Первая музыкальная школа Сергиева Посада пробует новое направление. И удивительно, что она направлена не на детей, хотя школа детская, а на взрослых. Это арт-педагогика. Сегодня мы говорим с Александрой Каширской, заместителем директора по учебной части, преподавателем фортепиано, концертмейстером и арт-педагогом о детской музыкальной школе номер один, Сергиева Посада. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Ну вот вы беретесь за такое дело. Насколько я понимаю, в прошлом году уже немножко попробовали, с арт-педагогикой поработали. А скажите, почему вы считаете, вот важно сейчас заняться арт-педагогикой со взрослыми? У нас что-то с нами немножко не так, нас стоит где-то подправить. Нет, смотрите, арт-педагогика не рассчитана на какие-то поправки или влезание в какие-то травмы, потому как этим должен заниматься специалист, уже непосредственно психотерапевт, если что-то не так. Терапию, музыкальную терапию и арт-педагогику. Дело в том, что здесь больше направлено на образовательный курс. Нисколько мы влезаем в человеческие, так сказать, судьбы и там пытаемся что-то решить и дать что-то человеку, сколько именно человек должен сам понять, развернуться к себе и понять, каковы его запросы, скажем так. Плюс еще идет небольшое сопровождение родителей, в том числе, для того, чтобы более, может быть, профессионально помогать своему ребенку не только справляться с домашними загаданиями, но иногда просто с какими-то своими внутренними проблемами, которые видят родители, но не может, допустим, как-то помочь более квалифицированно. Иногда такое тоже бывает. А что вы делаете на занятиях? Вот что там происходит? Мы делаем много чего, потому как все зависит от группы, то есть какое идет от реагирования группы, все зависит от того, как уже группа сложена. Да, если это немного человек, замечательно, если достаточно человек, тоже хорошо. У нас есть знакомство и с музыкальной терапией, так скажем, арт-терапией, арт-педагогикой. У нас есть знакомство и за направлениями, то есть терапевтическими в том числе, ну, частично, скажем так, в виде ознакомления. И так, по всем видам арт-педагогики мы немножко проходимся в зависимости от пожелания группы, скажем так, как настроена группа. Иногда очень хорошо идет одно, иногда очень хорошо другое. Может быть, какие-то вопросы остались с предыдущего занятия. От этого мы отталкиваемся и выстраиваем свои. Но у вас слушают музыку, у вас что-то рисуют. Вот что сами люди, которые к вам пришли, что они делают? Ну, я всегда немножечко даю некоторых, так сказать, теоретических знаний, чтобы человек понимал, о чем и про что мы. В том числе мы делаем следующее. Есть понятие творческое пассивное и активное. Мы с вами пассивно можем послушать, можем увидеть, можем поговорить. Ну, и преобразовать это в активное. То есть можем что-то создать, можем что-то сотворить, можем что-то даже сочинить. В прошлом году был опыт начала такой арт-педагогики, группы. Почему он вот как-то не пошел, не дошел до финала? Я думаю, это связано просто с человеческой нагрузкой, с одной стороны. Понятно, что все люди, мы заняты, тяжело. Ну, и, конечно, есть определенный фактор такой, не то что лень, и больше может быть даже испуга, что пришли к какому-то вопросу внутри себя, а дальше побоялись его открыть. Мы не можем, мы не имеем права настаивать в этом. То есть мы не преследуем цели разбираться в чем-либо. Мы именно знакомимся. Как бы у человека есть свое внутреннее, и он может сказать, что все, спасибо, я дошел до того, чего бы я хотел. То есть все мы можем лукавить, что мы пришли, ой, да мы пришли познакомиться. Отчасти. Мы все равно пришли к каким-то внутренним запросам, потому что это потребовалось. То есть обычно человека никогда не затащишь ни на что, если он не заинтересован изначально в своем внутреннем вопросе. Есть такое мнение, что существуют эффекты воздействия музыки на человека. Да, очень такой на слуху эффект Моцарта. То есть это ученые доказали, что прослушивание произведений Моцарта позитивно влияет на развитие умственных способностей. Там даже фокус-группы проводили тесты, и люди улучшали свои же результаты, проходя там IQ-тесты, показывали лучшие результаты. Вы вот как к таким утверждениям относитесь? Действительно это так или нет? По вашему опыту? По моему личному даже опыту могу утвердить одно. Старинная музыка лично для меня, я сейчас никого не призываю ни в коем случае, лично для меня старинная музыка, именно очень структурирована, очень логична и очень хорошо приводит мозг в рабочее состояние. Отбрасывая между тем личные какие-то внутренние такие суетные мысли, которые иногда нам очень мешают. Просто сама иногда применяю. К этому относится, кстати, эффект Вивальди. То есть вот именно так можно заметить, да, вот очень интересно, что Моцарт, Вивальди — это всё старинная музыка. К ней больше относится, конечно, Моцарт больше классики, но тем не менее эффект именно в том, что музыка, математика музыкальна, а музыка математична. С какой-то стороны можно это посчитать и так, потому что есть соотношения определённые. Видимо, это благотворно действительно влияет на наш головной мозг, который с благодарностью потом нам выдаёт то, что мы, может быть, не ожидали. Вы работаете с детьми, со взрослыми. Вот, допустим, прослушивание каких направлений музыкальных может вызвать те или иные эмоциональные изменения, эмоциональные ощущения у человека, воспринимающего музыку. Не знаю, там классика, да, вы говорите, именно старинная музыка, да, может побудить какой-то работоспособности, а современные направления. Знаете, музыка, творчество, творчество даже в спании, правильно говорят, что главное, как слышали вы, да, Дементьев ещё написал своё имя психотворение. Действительно, это творчество, правильно услышать музыку. К этому нужно учить, причём с самого маленького возраста. И поэтому здесь нельзя сказать, что есть вот панацея определённая, вот послушайте, пожалуйста, Шопена, и вы излечитесь от несчастной любви. Ну, скажем так, это на уровне, будем своими именами называть, чуши. То есть не исключено, что это вас повергнет в неимоверную просто депрессию, и вы потом еле-еле из этого выкарабкаетесь. А может, послушать катарсисом, и вывод как нарыв, вот этот вот пройдёт, и всё. Поэтому с музыкой нужно быть тоже немножко аккуратным. И когда вы встречаете некоторые там советы, к Моцарту это можно отнести, но опять же, смотря какое у вас восприятие музыки. Вы не можете предугадать, как на вас отреагирует то или то. Кто-то слушает Рахманинова второй концерт и плачет, а кто-то выходит и говорит, боже мой, такое чувство, что сейчас вот просто всё очистилось, и всё стало ясно и понятно. Поэтому здесь нужно отталкиваться от себя. И если вы чувствуете, что эта музыка, которая у вас сейчас играет, вам даже на физическом уровне становится от неё неприятно, неловко, то, может быть, и стоит выключить, набраться свелости и сказать, знаете, извините, но мне это не нравится. А вы говорите, важно научить слушать. А в какие тут, чему можно научить слушать, как можно научить слушать, как можно воспринимать? Дело в том, что музыка, она изначально. То есть мы рождаемся с музыкой, мы рождаемся с криком, чем не музыка. Мы продолжаем жить с музыкой. Наша мама поёт, когда укладывает наш спать. Даже если кажется маме, что она совершенно не попадает ни в одну ноту, и в детской музыкальной школе сказать, что уйди, девочка, у тебя плохой слух. Наша бабушка мурлыкает какую-нибудь современную композицию, которая, может, нам и не нравится, но она есть. Мы постоянно находимся в звуковом поле, постоянно, регулярно. То есть это либо шумовое, либо что-то более уже выразительное, инструментальное, либо голосовое. Мы все связаны с музыкой. Мы даже говорим музыкально, потому что русская речь одна из тех, которая окрашена именно музыкально. То есть научить слушать музыку – это то же самое, что научить слушать человека. То есть разделить это как-то, не знаю, можно ли разделить. Поэтому, когда мы учим детей слушать музыку, то есть просто остановись, услышь. Сначала тишина, а потом музыку. Задумайся, остановись. Также ребёнок потом начинает слышать соседа своего, друга своего, маму начинает слышать, потому что он становится открыт. Не просто мимо, а на фон ему идёт, а вот он уже чувствует каждую нотку. Плюс когда ещё ребёнок, если сейчас говорить о ребёнке, который занимается музыкальной школе, он начинает чувствовать музыку не только ухом, не только видит, но он её ещё чувствует в ладошках. А это привлечение всего. То есть даже с точки зрения, если посмотреть нашего именно арт-музыкального направления, это основа. То есть мы задействуем глаза, мы задействуем слух, мы задействуем тактильность, у нас идёт эмоциональное отреагирование, в том числе на то, что у нас получается, а не получается. Проблема взрослого человека, особенно, я считаю, что именно нашего русского взрослого человека, именно русского, в большом масштабе русского, то есть всех национальностей русский человек, который именно живёт в нашей стране, в том, что нас же всех стараются куда-нибудь в детстве отдать. Мы танцуем, мы рисуем, мы занимаемся хоккеем, плаванием, мы занимаемся чуть ли не профессионально в музыкальной школе, мы занимаемся вышивкой. Огромный спектр. Мальчишки с авиамоделированием, конструкцией какие-то строят, что-то делают. И вдруг, в какой-то определённый момент, где-то в лет 16, нам говорят, так, давай-ка мы с этим всем закончим, тебе надо как-то содержать семью. И определяться с дальнейшей жизнью. И начинается закрытие нашего творческого вот этого момента. То есть хорошо, если родители как бы оставляют этот люфт, когда ребёнок ходит на танцы, допустим, и он как-то оставляет это с собой, человеку есть творческий выброс. Русского человека должен быть творческий выброс. Я просто призываю к этому. Так что... Вот на вас лично какая музыка наиболее благотворное влияние оказывает? Мы музыканты страдаем одной болезнью. Как, в принципе, и все профессиональные люди. Тот, кто занимается профессиональным. Я думаю, что у вас тоже есть такая проблема, когда вы смотрите какое-нибудь хорошее кино, допустим, какой-то репортаж, думаешь, так, вот это не то, а это она зря сказала. Не смотрите вы его так вот просто, скажем, да, вот просто смотришь, думаешь, боже мой, как замечательно, как я, например, смотрю репортаж, да? У нас же такая же болезнь. То есть мы, когда слушаем музыку, мы начинаем искать абсолют. То есть не хочется, чтобы ухо зацеплялось за то, что ты уже знаешь. Так или иначе мы все с чем-то знакомы. И поэтому сложно сказать, какая именно музыка может быть прям вот так. Я, в принципе, музыку люблю. То есть что? Знаете, про старинную музыку я уже сказала. Я сказала и про Рахманинова, и про Шопена, я тоже сказала. Я сказала, про некоторые произведения можно выбрать шнитки, можно выбрать произведения Шостаковича, Прокофьева, можно даже современных композиторов Артемьев с его совершенно замечательной просто космической музыкой, начиная от Соляриса, заканчивая рабой любви. Можно найти спектр. В принципе, я даже признаюсь честно, чтобы понимать своих взрослых, так сказать, практических выпускников, я слушаю современную музыку. То есть я случаю, например, как же, господи, эти Magic Dragon, например, да, почему бы нет, утром очень даже так позитивненько. Прекрасная музыка, мьюз. У русских современных, так сказать, музыкантов, честно говоря, у меня пока нет ни до понимания, но я тоже пытаюсь их слушать, чтобы потом детям объяснить, что они не первые. Есть люди, которые придумали это раньше. Другой вопрос, что эти люди переработали. А также Мусоргский, а также совершенно колоссально Чайковский, наше все практически как Пушкин. Александра, музыка сделает нас счастливее? Знаете, я, наверное, так отвечу. Ничего человека не может сделать счастливее, кроме его самого. Как фактор музыка, творчество, прикосновение к музыке, погружение туда, конечно, может сделать человека счастливым. Но вопрос только в одном, хочет ли этого человек. Спасибо большое за разговор. Я напомню, что мы говорили с Александрой Каширской. Она концерт-мейстер, арт-педагог детской музыкальной школы номер один, Сергея Посада. И она же ведет курс арт-педагогии, который рассчитан на взрослых. Если вы хотите вот так же эмоционально поговорить и послушать об искусстве, о музыке, присоединяйтесь. Всего доброго и до встречи.